Всем привет! А ты боишься прививок? Я безумна! Уже завтра будет новое видео, а пока предлагаю вам посмотреть подборку вайнов за неделю с лайка и тиктока. Ну и надеюсь, что вы давно уже подписались. Ну и меньше разговоров, погнали смотреть видос! Ко мне зашла мама в комнату, спросила, как дела. С каких это порно спрашивает, как дела? Ей нужны мои накопленные деньги. Покрепче обняла 15 рублей. Мама сказала, она пришла, чтобы предупредить меня. Завтра будет прививка. Завтра прививка. Ноги стали ватными. Наверное, зря я напихала вату в штаны. Прививка? Зачем? Мама сказала, что это вакцина от коронавируса. А что, если от нее у меня будет побочка? Я начну гавкать. Жрать, что попало и тупеть. Хотя, это и сейчас со мной происходит без прививки. Я пришла к врачу. Врач достал шприц. Мне стало плохо. Я сбежала. Эй! Слазь! Отвали, ты мразь! Что ты там? Что ты там? Что ты там? Наша чай-то прямо что ты? Слазь! На! Не, не надо. Сегодня была днюха отца. Днюха была, а отца не было. Он нашел тусу поинтереснее. Тетя Люси и какой-то мужик постоянно ругались. Вообще, чьи они родственники? У нас в роду нет таких боровей. Я, беспаливая, решила превратиться в невидимку и свалить. Мама сказала стоять. Как она заметила? Ведь я невидимка. Мама сказала, чтобы я включила какую-нибудь песню. Включила Моргенштерна. Не понравилось. Они включили черные глаза. Ничего не понимают в музыке. Немного погодя, мне захотелось пить. Решила пройти на кухню незаметно. Но на кухне уже были разборки. Какого херена ты меня бесишь? Постоянно ко мне лезешь. Я тебе не какой-нибудь дешевой тряпкой. Я самый дорогой. Самый дорогой. Я смотрела на комнату. Кругом были игрушки Малого. Я с грустью вспоминала, какая была комната до Малого. Какая была чистота. Невозможно было наступить куда-то. Под ногами были какие-то машинки. А однажды Малой сильно изменился. Стала писать что-то в свой блокнот с серьезным лицом. Я подождала, когда он отвлекется. И забрала блокнот. Открыла. Расстроилась. Малой еще не умел писать. Но, судя по сердечкам, было ясно. Малой влюбился. Зашла мама. Сказала, что я пособрала игрушки. Сегодня придет девочка с мамой. Муж не возлюбленная или Малого? Вдруг я услышала, как Малой репетирует песню у меня в комнате. Боже мой, как она красива. Без нее я бессильна. Она словно чародей. Я сейчас не буду петь. Мама постоянно кого-то ставит мне в пример. Вот у тети Люси отличница доча. Ну да, ну да. Знаю я эту отличницу. Изгой класса. Никому списать даже не даст. А у тети Света сын посуду сам моет. Он же моет посуду, чтобы родители не спалили, что он пьет. А пьет он нормально. Мама сказала, даже мой младший брат. И тот слушает классику. Любит игру на скрипке. Младший брат слушает классику? Я не поверила. Мама позвала меня к нему. Мы зашли к брату. И он действительно слушал скрипку. Только этот мотив был до боли похож на одну популярную песню. Из окон моего зала всегда видно родную школу. Поэтому я частенько делаю вот так. Правда, маме это совсем не нравится. И она вечно орет, чтобы я открыла шторы, потому что дома темно. Был уже вечер, я сидела и смотрела телевизор. Заглянула в окно. И увидела опять эту школу. Решила снова завешать шторы. Но подойдя к окну, я увидела странный дым. Что это? Неужели школа горит? В принципе, я даже обрадовалась. Но вдруг там есть люди. Кроме математички, там наверняка никого нет. Стоп, у нас же появился новый сторож. Она такая добрая и хорошая. Надо ее спасать. Я быстро оделась и выбежала из дома. Забежала в школу. Все было в дыму, но не от пожара. Варвара Никитишна жгла какую-то траву, чтобы изгнать бесов из этой школы. Ситуация так себе. Сегодня мама рисовала себе родинку. Косила подарера. Я спросила, какой праздник. Мама сказала, что днюху отца. Отца? У меня есть отец? Блин, я забыла. Он же постоянно сидит в телефоне. Я его практически не вижу. Мама сказала, что хочет ему устроить сюрприз. Позвала родственников. Он ждет в комнату и удивится. Круто. А где он сейчас? Мама сказала, наверное, на улице. Она его с утра не видела. Ну что ж, я пожелала им отличного вечера. Хотела свалить. Мама кинула у меня платье. Сказала надеть. Приехала тетя и какой-то дед. Я его впервые вижу. Мама моя тоже. Отца долго не было. Трубку не брал. Родственники хотели уходить. Но тут, ну тут наконец-то вышел отец. Из туалета. В одних трусах. Красивый мужчина. Мужчина красивый. В отличных трусах. Субтитры сделал DimaTorzok